Всем тихой ночи. В фонде SCP много самых разных странных отделов. Это, например, департамент аномалий, секретные организации внутри SCP, отделы существующие вне времени, отдел аномалии времени, здравого смысла, отдел сюрреалистики и даже вне самого мира SCP, это отдел патофизики. Какой отдел может быть необычнее и удивительнее, чем все эти? Возможно, тот отдел, которого просто нет. Когда человек попадает в какой-то из департаментов фонда SCP, как правило, он изначально пребывает в зону 19, где посещает вводную лекцию по поводу того, чем конкретно ему предстоит заниматься в организации. Бывает, однако, так, что новый сотрудник приходит в назначенное время в назначенный кабинет, а там совершенно пусто. Так проходит знакомство с фондом нового сотрудника департамента дереализации. Не понимая, что происходит, человек возвращается обратно в жилой отсек. И что ему теперь делать? Наверное, надо попасть в департамент в зоне 00. Но как это сделать, если в документах фонда написано, что ее местоположение неизвестно? Единственное понятно, что надо найти некоего Джона Доу. Он, возможно, и сможет все объяснить. Но вскоре незадачливый сотрудник вспоминает, что это имя и фамилия, которые используют для обозначения безымянных покойников. Он открывает документы со списком сотрудников своего департамента. И оказывается, что там все такие. Просто набор самых популярных имен и прозвищ. Все, кроме его собственного имени, Алекс Торли, написанного напротив должности связной с реальностью. Алекс ловит ближайшего сотрудника по информационной безопасности и спрашивает, что все это значит. А тот лишь отвечает ему, что надо пройти курс по использованию базы данных фонда SCP. Прошло время, и наш Алекс уже знает, где что находится в зоне 19, и даже освоился с базой данных. В ней он как-то раз встретил документ, относящийся к его департаменту. Там говорилось о том, что некий объект из нереальности начал проникать в реальность. А потому нереальный департамент нуждается в его, живого и реального человека помощи. Наконец-то первые понятные инструкции. Но что же конкретно делать? Однажды, бродя по 19 зоне, ее сотрудник натыкается на дверь с табличкой, связной с реальностью. Неужто теперь и кабинет свой появился? Открыв дверь, он обнаруживает за ней совершенно пустую комнату, где кроме голых стен есть только стол и стул. Сев за свое рабочее место, сотрудник внезапно замечает табличку со своим именем, Алекс Торли, и ряд папок, расставленных в алфавитном порядке. Оторвав взгляд от папок, он замечает, что комната внезапно стала меньше. Кажется, это помещение небезопасно и лучше его покинуть. Однако, выйдя в коридор, Алекс замечает, что оказался в совершенно другом учреждении фонда. Это зона 184, а его самого теперь, кажется, ведут в камеру содержания. После стандартного исследования комиссия определяет, что Алекс Торли не является каким-либо аномальным гуманоидом, и агенты-новобранца отпускают, попросив лишь не покидать зону 184. Какое-то время Алекс бродит по этой зоне, которая обычно используется для содержания различных морских объектов. Оказалось, что это секретное учреждение имеет свой причал, около которого собирались множество рыболовных судов. И стало понятно, почему местных сотрудников называют совет рыболовов. Впрочем, много узнать о делах агентов SCP маскирующихся подместных рыбаков не получается, потому что в тот же день Алекса попросили для эксперимента с новым объектом войти в одну из внезапно появившихся в учреждении комнат. Объект SCP-6208. Это явление, с которым внезапно столкнулся фонд SCP. Оно заключается в том, что в учреждениях организации начали сами по себе появляться дополнительные комнаты. Чаще всего они или совершенно пусты, или содержат рабочее место с компьютером и документами, относящимися к департаменту нереальности. В одной из таких комнат была найдена табличка «Директор департамента нереальности Джон Доу». Такого человека среди персонала фонда обнаружено не было. Для расследования этих событий департамент меметики отправил туда своего сотрудника Дженнифер Уильямс. Известно, что Дженнифер вошла в одну из таких комнат и бесследно пропала. Вскоре был найден документ, в котором было написано, что департамент нереальности взял ее к себе на работу. На ее поиски был отправлен некий новый сотрудник SCP Алекс Торли. Он также пропал. С тех пор как-то так и пошло. Когда фонд SCP натыкается на нечто несуществующее, но при этом совершенно точно аномальное. В ближайшем учреждении организации внезапно появляется новый кабинет. Это неизменно кабинет Алекса Торли, связного с реальностью, который разбирается с инцидентом. Сама по себе деятельность этого агента получила обозначение SCP-6938, однако особенно продвинуться в его изучении не получилось. Сами по себе документы, связанные с SCP-6938, на удивление не несут никакой смысловой нагрузки. Да и вообще, на самом деле, не очень понятно, как департамент дереализации справляется с аномалиями. Он лишь каким-то образом обрывает связь между нереальным и реальным миром. Вообще, случаи, когда сама деятельность отдела дереализации становится объектом SCP нередки. Вот как и SCP-64-78. Это явление проявляется у людей, страдающих деперсонализацией. Однажды в фонд начали поступать сообщения, что такие люди после эпизодов провала в памяти, внезапно начинают находить у себя дома записки с небольшой таблеткой. Люди, принявшие эту таблетку, сообщают об ослаблении симптомов. Во время расследования этих событий было выяснено, что таблетки аномальным образом раздает департамент дереализации для каких-то своих неизвестных целей. На какие же такие события реагирует департамент с одним лишь настоящим человеком? Например, однажды в Зоне 17 случилось странное событие. На сотрудниках начали появляться бэджики с надписью Стив, и каждый носитель начинал считать, что его зовут именно так. Это было причиной того, что департамент изначально решил обзавести связным с реальным миром. Ведь только настоящий человек мог понять весь абсурд и нереальность подобного события. Также работы департаменту иногда подкидывают аномальные артисты. Один такой, например, однажды собрал большую толпу людей перед сценой. Он обещал потрясающее представление, нечто такое, что люди никогда не видели. И вот в назначенное время артист вышел на совершенно пустую сцену, указал рукой на пустоту и ушел. Примерно через 20 минут, когда люди начали проявлять недовольство, он снова вышел на сцену, указал непонятливым на пустоту, и на этот раз покинул место события насовсем. Такой перформанс создал невиданный до этого прорыв нереального, и только благодаря усилиям департамента дереализации не было никаких последствий. Также департамент принимает участие в содержании некоторых объектов. Например, SCP-5863. История этого объекта необычна. Однажды агента SCP нашли в парке здание. На одном из компьютеров в этом здании был найден файл, при прослушивании которого можно было услышать помехи и кряканье уток. Был найден другой файл, на котором также слышалось кряканье уток, а также звук, похожий на жарящееся мясо. Казалось бы, запись об этом объекте стоило бы просто удалить, потому что очевидно какая-то чушь, но перед этим фонд обратился в несколько своих отделов, в надежде раскрыть суть странного объекта. Отдел дереализации сообщил, что такого парка вообще никогда не было, пока упоминание о нем каким-то образом не появилось в документах SCP. Сейчас же это место не просто существует, а любой человек, посещающий его, испытывает беспричинное беспокойство, которое только нарастает со временем, вплоть до серьезной психической травмы. Вскоре из департамента пришло новое объяснение, что речь на самом деле не о здании в парке, и даже не о самом парке, а о довольно обширной местности вокруг, с несколькими небольшими городами, которое также никогда не существовало ранее. Но появилось в нашем мире из небытия после того, как агенты фонда начали попытки исследования феномена. К каким же последствиям может привести дальнейшее исследование объекта, неизвестно. В какой-то момент сам Алекс Торли стал источником аномальных событий. Однажды его вызвали для проведения консультаций по некоему вопросу в зону 322. Внезапно вместо столовой все начали говорить друг друга, что Алекс Торли кого-то убил. Через какое-то время все вокруг были убеждены в том, что Алекс Торли убийца, но не смогли найти никаких доказательств. Вскоре сам Алекс нашел свой собственный труп. Никто ничего не понял, но на всякий случай информацию об этом событии записали в качестве объекта SCP-7591. Кажется, SCP немного скатывается в какой-то абсурд. Впрочем, если этот объект кажется абсурдным, то есть SCP-7195. Этот объект это кот, который неизвестным образом преследует Алекса Торли, появляясь в его кабинете и других различных местах, где тот бывает. Каким образом кот проникает в нужный кабинет разных зон SCP и куда он пропадает, когда покидает Алекса? Это остается неизвестным. Потому вот это теперь тоже отдельный объект SCP. Чего только не увидишь, гуляя по зонам фонда. И ведь таких внутренних штук в SCP очень много. Раньше я больше обращал внимание на какие-то организации аномалии, но ведь и сам по себе фонд SCP та еще аномальная штука. Всем пока!